Как отсрочить старение мозга? Николай, Санкт-Петербург. Хороший вопрос, Николай. Не знаю, высоты какого возраста вы меня про это спрашиваете. Мозг наш стареет в разных аспектах очень рано. По крайней мере, начиная с 30-летнего возраста, левое полушарие, которое ответственно за какую-то такую стандартизацию, становится у нас более активным по сравнению с правым полушарием, который ответственно за новизну. То есть мы ментально начинаем стареть с 30 лет, потому что нам становится все понятно, все ясно и так далее. Если до этого нам все ясно и понятно, это называется юношеским максимализмом, но при этом мы куда-то, значит, нас все равно куда-то ломимся, то после 30 лет у нас начинается такое внутреннее ощущение. Ну вот так. Это первое. И здесь очень важно постоянно сохранять в себе вот это любопытство молодости, понимание того, что все наши знания всегда ограничены, и там есть впереди на самом деле масса всяких разных еще возможностей, перспектив там и так далее. Дальше, следующий этап, это начиная с середины 40-х, то есть 45 лет и дальше, у нас с вами начинает постепенно развиваться атеросклероз сосудов. Вот. Он будет развиваться долго, не торопитесь, ничего страшного нет, но если есть возможность его притормаживать, то надо притормаживать, и в этом смысле вам помогают врачи общей практики, которые делают вам липидограммы, смотрят, какое у вас количество каких липидов, и дальше назначают препараты, если это необходимо, которые позволяют сохранить правильный баланс липидов для того, чтобы не вкатываться раньше времени в атеросклероз сосудов головного мозга. Дальше есть, включаются процессы, обусловленные, у кого включаются, у кого есть генетическая предрасположенность к дегенеративным изменениям мозга. Значит, ну мы все, так сказать, нас ждет всех Альцгеймер, просто этот Альцгеймер, может быть, когда все уже пропало, и он с нами, а может быть, в достаточно молодом возрасте, после 60 лет, Альцгеймер, Паркинсон и другие дегенеративные расстройства. Но в этом смысле очень важно, что называется, опять же, наблюдаться у врачей, есть способы превентивной диагностики, и чем раньше вы заметите появление у себя вот этих дегенеративных изменений, обнаружение предвестников, да, сейчас вот даже Паркинсон по предвестникам определяют часто за 7-10 лет до того, как мы увидим первые такие серьезные уже наглядные симптомы Паркинсона. Это позволяет тоже начать заблаговременно соответствующую терапию и тоже продлить период вашего здравомысляя. Ну и последнее, это, так сказать, не медицинское, хотя медико-психологическое, вероятно, действие, но связано с увеличением нагрузок интеллектуальных, на наше серое вещество. Значит, оно в таком есть примитивном механизмах, да, но просто там доказано, что если вам больше 70 лет, и вы смотрите постоянно телевизор, или вы читаете книги, вот если вы читаете книги, в два раза меньше риска у вас развития вот этого старческого слабоумия. Если вы смотрите телевизор, то риски, наоборот, возрастают. А есть специальные программы, которые включают в себя тренировку наших когнитивных процессов у возрастных людей, и доказано, что, я шучу, компьютерные игры в молодости ваш мозг разрушают, компьютерные игры в старости ваш мозг поддерживают на плаву компьютерные игры, программы и так далее, которые позволяют вам концентрировать внимание, что-то удерживать в оперативной памяти больше, и так далее. И такая нагрузка тоже оказывается лечебной для наших мозгов. Берегите мозги! Берегите мозг